МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим на главных новостях этого дня в эфире подробностей в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За какие труды? Откуда у рядовых чиновников Минюста миллионные премии? И кто их выписывает? Аромат восстановления, как капитальный ремонт столичного коллектора людей из дома выгнан. Невъездные США заморозили выдачу виз россиянам. Надолго ли? 92 килограмма золота нашли у экс-главы Киевской налоговой службы Олега Низенко. Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиус. Говорит, золото куплено в украинском банке, а сам Низенко скрывается в Хорватии. Напомню, обыски сейчас проводят у всех причастных к делу экс-министра налогов и сборов Александра Клименко. Килограммы золота, огромные зарплаты топ-менеджеров госпредприятий Укрзалезнеса и Украфтодора. Казалось бы, наш народ удивить уже нечем. Но рекорд побили чиновники Минюста. Оказалось, что в одном из департаментов ведомства работают миллионеры. Кто они, эти счастливчики и откуда такие зарплаты узнавала Ирина Романова? Зарплаты чиновников продолжают удивлять. Если не сказать больше, оказалось, что полумиллионные доходы руководителей Украфтодора и Укрзалезнете, слова Миранова, КВЦ Хабалчина просто слезы по сравнению с премиями чиновников из Минюста. Цифры рассекретил один из интернет-сайтов, разместив ответ ведомства на запрос о высокой зарплате одного из сотрудников начальника отдела департамента исполнительной службы Ирины Ярушевской. Действительно подтвердили в Минюсте. В июне вместе с вознаграждением чиновница получила около 2 миллионов гривен. Почти столько же ее шеф, глава департамента Дмитрий Полищук. Выплаты свыше миллиона гривен насчитали их шестерым подчиненным. Причем двое из них, Андрей Назаровец и Иван Нищадим, даже переплюнули начальство. Первый за июнь положил в карман 4,5 миллиона гривен, второй более 7 миллионов. Все законно поясняет при службе ведомства. Миллионы, которые получают чиновники дополнительно к зарплате, это исполнительный сбор. 10% от суммы взымаемого ими долга. Выплачивается он не из бюджета, а поступает от должников. Никаких нормативных документов относительно начисления заработной платы я не видел. Но сами цифры, они просто шокируют. Это наняты нами люди, это чиновники, которым мы с вами, налогоплательщики, платим заработную плату. И тут человек получает, если в долларовом эквиваленте 50 или 170 тысяч долларов в месяц, то я этого не понимаю. Эти суммы, они просто непонятны, откуда они вылезли, за какие достижения. За какие достижения в Минюсте не поясняет. Более того, сегодня уже землиминистра от вышеупомянутых чиновников открещивается. Это не государственная криминальная служба, а государственная служба. Это не наша служба взагалі. Это разные вертикали с разной платой работы. У нас еще есть другие. Это один до одного взагалі не относится. Слезда, что чиновники сподевались, что влитку общество этого не пометит. Тому в липню они выписали себе задним числом такие премии. Эти деньги выписываются лишь для того, чтобы легализовать незаконные статки, которые они уже сегодня имеют. Чтобы было что записать в электронную декларацию и потом таким образом обґрунтовать эти машины, эти квартиры, которыми они имеют, которыми они используются. Эксперты, общественные активисты едины в одном. Факты начисления миллионных зарплат и премий в Минюсте должны расследовать правоохранительные и антикоррупционные органы. Ведь в стране средняя зарплата 5-6 тысяч гривен, а пенсия и вовсе 2-3. Ирина Романова, Вадим Ревун. Подробности. Телеканал Интер. Жизнь не по доходам. Представители Народного фронта, экс-премьер Арсений Яценюк и нынешний глава МВД Арсен Аваков внесли в декларации купленный телеканал коллекции дорогих вин, предметы роскоши, дорогостоящие автомобили, десятки квартир и домов в Киеве. А еще миллионные счета в долларах и евро. Хотя официальные доходы фронтовиков едва превышают 100 тысяч гривен. Добавьте к этому политическое влияние в органах власти и вот, похоже, новый олигархический клан сформировался. Подробнее наши корреспонденты. Жить на широкую ногу представители Народного фронта начали после революции достоинства. Тогда Арсений Яценюк и его команда заняли высокие руководящие посты и сели на денежные потоки. Кабмином управлял сам Яценюк. Силовая структура оказалась под руководством Авакова. Средства оборонпрома контролирует нардеп Сергей Пашинский. Под статьи «Реформа и война» государство этим структурам выделяет миллиарды. Так что их руководители за три года успели стать олигархами. Даже громкие скандалы не смогли выбить фронтовиков из седла. За последнее время, за несколько лет, это скандал с рюкзаками, если вы помните, которые закупались. И там приближен был один из родственников близких Арсена Авакова. Второй момент были коррупционные скандалы по поводу формы закупки для полиции, автомобилей, которые были, скажем так, разбиты. Относительно господина Яценюка, часть скандалов связана была с его окружением. Громкие дела были связаны со стеной. По мнению экспертов, проект «Стена» с самого начала был авантюрой. Его цель – выкачать деньги из госбюджета. Детективы НАБУ уже установили, за последние два с половиной года из-за свойного миллиарда гривен практически 200 миллионов украдено. Более того, антикоррупционеры утверждают, это не окончательная цифра. Подрядчики, которые занимались строительством Евровала, выиграли все тендеры, несмотря на довольно высокие расценки работ. У нас достаточно легко еще спрятать многие коррупционные деньги. Почему? Например, нет обязательств опубликовать отчетности тех компаний, где теоретически могут присутствовать чьи-то интересы. Поэтому непонятно, кто-то владеет компанией, какой он участкой владеет, запрещено это или не запрещено, и какая реально прибыль, например, у этой компании. Купили Яценюка Аваков также телеканал «Эспрессо». У жены однопартица нардепа Николая Княжицкого за скромную по меркам медиарынка сумму. Экс-премьер заплатил почти 3 миллиона 800 тысяч гривен, глава МВД свыше 5 миллионов гривен. Сделка состоялась за день до начала протестов на Майдане. И конечными владельцами медиаресурса с недавних пор стали три члена Народного фронта. Княжицкий оформил 30% на супругу, Яценюк 30% записал на себя, а Аваков 40% акций тоже на свою жену. Таким образом, фронтовики сформировали фактически олигархический клан. Во всяком случае, тут есть все его составляющие. И собственные медиа, и политическое влияние, и реальная власть. Анастасия Беспальчая, Антон Егоров, подробности телеканал Интер. С фигуранта янтарного дела, нардепа Борислава Розенблата не снимут электронный браслет. За гранпаспорт ему тоже не вернут. Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство адвоката. Тот жаловался на действия антикоррупционного прокурора. На прошлом заседании, напомню, суд оставил в силе меру пресечения для Розенблата, и защита нардепа винит в этом именно прокурора. Сегодня, кстати, на суде был только он, ни адвокат, ни его подзащитный не явились. 13 томов экспертных заключений принесли сегодня в НАБУ экс-депутат Николай Мартыненко и его адвокат. Это 3000 страниц. Все документы просят приобщить к уголовному делу о контрактах энергоатома с чешской шкодой на поставку деталей для Ахмельницкой АЭС. НАБУ начало расследование этого дела два года назад, якобы из-за нанесенного ущерба государству. В материалах экспертизы, которую заказал Мартыненко, убытков никаких нет. Наоборот, контракт со шкодой принес энергоатому прибыль в 21 миллион гривен. Это был позитивный, необходимый для этого предприятия контракт. Если нам НАБУ не верит, пусть они перерахуют, пусть они установят, или ответят эти цифры, или не ответят. Но мы считаем, что на сегодня есть все представления для закрытия этого дела. Контракты укладывались без нас, но мы были обязаны войти в этот процесс, чтобы сделать работу за НАБУ. Потому что сама справа выникла, как политичная, еще в 2015 году, когда я был народным депутатом. Когда она выникла, я складывал депутатские мандаты, сказал, дослежьте. Свою честь я буду защищать, как в украинских судах, так и обязательно буду подавать в Европейский суд справа человека. Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось. С начала суток их было 13, это втрое, меньше, чем вчера. Огонь боевики вели в основном из гранатомета выстрелкового оружия, сообщают в штабе ОТОМ. Впрочем, на Донецком направлении по-прежнему неспокойно. Сюжет нашего военкора Ирины Баглай. Окраины прифронтового Верхнеторецкого боевики методично превращают в пепелище. Проверенный бездорожьем АТО УАЗик уверенно несется на передовой. На хорошо просматриваемых противником участках водитель давит на газ. Вода для пожарного гасения на подготовке. Зброя у нас оттянута, чтобы не сгорела. Пожар закинчивается, зброю ставим на место. Стараемся также сбить пил в сепаратисте. За две минувшие недели украинские пехотинцы вынуждены были освоить ремесло пожарных. Мы начинаем гасить тут, и они начали закидать запаливанные мины в посадку. Их надо так подпалить в одной стороне, а потом перевести огонь на другую сторону. Российские наемники специально стреляют осветительными минами. В поле она ночью стреляется, раскрывается и освятливает поле. Противник крови так, что она падает, и только на земле уже в сухой траве начинает раскрываться. Так как там фосфор, он очень быстро разгорается. Агрессию противника ощущаем на себе, как только подходим к одному из мест, выжженных боевиками. Отходить уже приходится под огнем прикрытия наших защитников. Уже из укрытия хорошо виден вражеский блиндаж, откуда боевики и вели по нам огонь. Там УТО стоит, АГС есть. Отсюда стреляют, потом по левому флангу там укрепление. За время перемирия они настроились, конечно, здорово. Они под шумок, пока у нас задымленность сильная была и пожары, подтянули технику, укрепили свои позиции. Здесь рядом две БМП, танчик был, но я сейчас не знаю, он есть, нет. Его было слышно, когда пожары были с той стороны, было слышно, что он завелся, поехал. А вот тяжелую технику боевики подтягивают за населенные пункты, как и в горячий январь, когда российские грады били из-за этих жилых многоэтажек. Прямо бля с цей левого экрана девятиэтажки, они сделали запуск Града, и оно все шло на промзону. Тот, когда они на початку лютого хотели отбить наших, вытеснить наших позиций. Этой ночью горела практически вся линия фронта. Боевики сожгли десятки частных домов на подконтрольной Украине территории. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Украина выдержала испытания. Украинский народ показал, что может объединиться перед лицом агрессора. Об этом президент Украины заявил в Кропивницком. Там Петр Порошенко открыл после ремонта детскую областную больницу. Работы продолжались три года. На ремонт и новую медаппаратуру потратили более 200 миллионов гривен из бюджета в разных уровней. Петр Порошенко вручил главному врачу сертификат на современную ультразвуковую систему диагностики. Петр Порошенко, Руслан Терентьев из Донецкой области. Украинский вопрос сегодня обсуждали в Минске. Там встретились спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Уолкер и советник президента России Вячеслав Сурков. Говорили за закрытыми дверями, прозвучали новые идеи и подходы по реализации Минских соглашений. Уже завтра Уолкер встретится с литовскими чиновниками в Вильнюсе. Там тоже будут говорить об Украине. А в среду спецпредставитель США приедет в Киев. США со среды приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. Такое заявление у себя на сайте опубликовало американское посольство. В Москве визовая процедура будет недоступна до 1 сентября. В консульствах других городов ее прекратили на неопределенный срок. На такой шаг Вашингтон пошел из-за решения Москвы сократить количество работников депмиссии США в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заявление американского посольства ответил, Кремль не планирует прекращать выдачу виз американцам в ответ на такие действия. Правительство объявило новый этап реформы госслужбы, которая стартовала 3 года назад. Начнется он в ближайшую неделю с 10 пилотных министерств. В частности, именно пока Минздраве и Минсоцполитики. Место управления и ведомствах планируют создать директораты, а их штаты оптимизировать. Новые структуры, надеются, в Кабмине будут работать эффективнее. Конкурсы на замещение 900 вакансий объявят в сентябре. Проходить они будут открыто в пост с полной видеофиксацией процедуры отбора. Заявки и весь пакет документов можно будет оформить на сайте правительства в электронном виде. Победителям конкурса обещают достойные зарплаты. Напомню, на реформу госслужбы Евросоюз выделил Украине 100 миллионов евро. Мы оголошиваем конкурс на тысячу новых службовцев, которые придут на конкурентную заработную плату, которая будет выплачивать вместе с нашими европейскими, за рахунок денег, в том числе и наших европейских партнеров. И снова радостные новости от международных авиалиний Украины. С 1 октября пассажирам эконом-класса придется платить за распечатку посадочных талонов в аэропорту. Такая норма будет действовать для внутренних и международных рейсов средней дальности. Об этом говорится в обновленных правилах авиакомпании. В качестве эксперимента с 1 июля правила уже действуют на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев. Размер сбора 20 долларов при вылете из Украины и 20 евро при посадке в Риге. В СМИ все больше слухов о возможном раздоре в партии за житя. Якобы полицело вот-вот расколется. А лидеры объединения Евгений Мураев и Вадим Рабинович близки к политическому разводу. Что не поделили и по чьей вине, выясняли наши корреспонденты. Амбициозный план быть впереди планеты всей, скорее всего, обречен на провал. Так полагают политологи. И называют якобы проходные рейтинги партии за житя, которыми хвастается Вадим Рабинович, однозначно дутыми. Говорят, пока только эти нарисованные цифры до надежды попасть в парламент и держат вместе Рабиновича и Мураева. Но в окружении Мураева уже поговаривают, что последний Венит Рабиновича в единоличном пиаре, работе на власть и раскол оппозиционного лагеря. Это может стать одним из толчков к тому, чтобы начать процесс поиска, скажем так, путей для партии, новых путей. Как только партия начинает искать варианты нового развития, в ней неизбежно возникают трещины. Закончится ли эти трещины расколом или же поглощением одной части, другой части, в каждом времени. О том, что проблемы внутри политсилы уже начались, поговаривали еще в начале года. Недавно об этом заговорили и внутри самой партии. Правда, анонимно. И причина совсем не нашумевшие карибские торги. Когда Рабинович якобы пытался прикупить себе землю на острове Сен-Барт за 12 миллионов евро. А якобы нарушение партнерских договоренностей между политиками. То, что известно, это то, что между Рабиновичем и Мураевым существует целый ряд проблем. Рабинович – это человек, который формировался в позднесоветские времена. И, соответственно, это реликт эпохи 90-х, будем так говорить. Мураев – это человек, который сформировался уже на независимости и человек нового поколения. Так что у них разные подходы, разное видение. Партия фактически состоит из двух центров. И эти центры могут взаимодействовать на основе компромисса. Иногда поле для компромисса исчезает. И, соответственно, тогда партия ожидает раскол. Будет ли этот раскол, если случится по-любовным? Скорее всего, нет. Ведь фактически с каждым своим соратником Рабинович расставался с громкими разбирательствами и обвинениями. Примеров тому, что он кидал своих партнеров достаточно. Даже умудрился обмануть известную летчицу героя войны Валентину Гризодубову. Пообещал реконструировать дом-музей ее семьи в Харькове. Благодаря связям женщины он получил доступ на склады дефицитных стройматериалов. За что впоследствии был осужден на 14 лет за кражу у государства в особо крупных размерах. Была история и с футбольным клубом «Арсенал». Рабинович его приобрел, разорил. И по сей день должен крупные суммы денег тренерскому составу и футболистам. Так что, судя по всему, скандальный политический развод партии за життя – дело времени. Старые схемы на службе у новых чиновников и юристов. В Херсонской области несколько сотен человек рискуют остаться без работы из-за нечестных нотариусов. Речь идет о попытке рейдерского захвата одного из крупнейших в Украине предприятий по переработке СОИ. Опасаясь за свои рабочие места, сегодня люди приехали в Киев на акцию протеста. Больше о том, кто и зачем пытаются отобрать успешное предприятие – в следующем материале. Одна группа уходит с южной стороны, завод перекрывает там дорогу. Другая группа вот здесь, возле центрального входа. И третья группа сейчас перекроет вот здесь вот дорогу и будет пытаться регулировать движение транспорта. Это кадры, снятые всего три дня назад на территории предприятия в Херсонской области. Неизвестные молодчики ворвались на территорию завода, перекрыв все выезды. Охрана срочно вызвала полицию. И когда прошла информация, что с Херсона выехало спецподразделение «Корт», старший им дал команду, они погрузили свои автобусы быстро-быстро и объявили, что они уезжают на ужин, еще вернутся и уехали. За последние годы это уже четвертая попытка рейдерского захвата предприятия, говорит директор. Еще 10 лет тому назад бывшие собственники взяли многомиллионный кредит. Однако решили его не отдавать и бежали из страны. В итоге предприятие за долги перешло банку, а потом получило нового собственника. Но теперь бывшие владельцы решили вернуть фирму. Компания, которая сбанкрутировала еще 10 лет назад, тут выявляется, начинает выигрывать суды. Это передний властник завода. Она сбанкрутировала, в принципе, не было слышно несколько лет, а сейчас они выявились и действуют очень активно. За последний месяц были совершены записи, внесенные в реестр государственного майна, неведомыми регистраторами про переход властности. На основании незаконных решений нотариусов, бывший собственник фирмы обратился в Киевский хозяйственный суд, который принял решение в его пользу. Сегодня напуганные сотрудники предприятия собрались на митинг уже перед Высшим хозяйственным судом Украины, где будут рассматривать касацию в этом деле. Люди уверены, это обычный рейдерский захват. Мы собрались, чтобы показать, чтобы нас услышали и показать, что мы хотим, чтобы была правда и правосудие. Проходят какие-то непонятные движения с госреестром, где пытаются вносить неправомерные изменения в список собственников предприятия. Это все сказывается негативно, то бишь люди опасаются завозить продукцию. Люди, которые трудятся на предприятии, боятся, что завтра они останутся без работы. Попытки сменить владельца фирмы – грубое нарушение права собственности, уверен адвокат компании. Более того, стоящие за рейдерским захватом экс-владельцы фирмы и фигуранты уголовных дел – захищение десятков миллиардов гривен. 15 решений судов снизу доверху в разных совершенно делах, каких-то связанных, каких-то не связанных, они не могут быть перечеркнуты новым одним процессом, который начат, как будто бы всей этой истории и не было. Мы надеемся, что вышестоящая инстанция, она должна все-таки более взвешенно подойти к этой ситуации, чтобы не создавать для Украины риска стать ответчиком в Европейском суде по правам человека. Кассацию в этом деле завтра рассмотрит Высший хозяйственный суд Украины. И наша съемочная группа обязательно будет следить за ходом этого дела. Вячеслав Медведев, Лея Недоборин. Подробности телеканал Интер. От Черного моря до Белорусской границы. Украина охвачена пожарами. Горят в основном леса. Из-за жары и ветра огонь распространяется очень быстро. Впрочем, спасатели утверждают, причина возгорания не только в погоде. С подробностями Сергей Бордюжа. Почти сутки горит Полесский природный заповедник в Житомирской области. Это на границе с Белоруссией. Огонь распространился на 120 гектаров. Тушит его как с земли, так и с воздуха. Задействованы более 200 человек. Масштабные лесные пожары и в Николаевской области. Предварительная причина – поджог. Двоих подозреваемых уже задержали. Молодые люди отмечали на природе день рождения. Горит и заповедная Хортица в Запорожской области. Это, несмотря на призывы, не оставлять костры без присмотра. С начала лета возгорания в заповеднике происходит едва ли не каждый день. Последний раз пламя уничтожило 2 гектара леса. В целом же по области за эти сутки спасатели 117 раз выезжали на тушение пожаров на открытой местности. На территории области панует пятый класс пожарной небезпеки. Наши подраздели продолжают работать в поселенном режиме каждый день. А вот в Днепре горел аквапарк. Рано утром огонь вспыхнул на площадке летнего кафе. Никто не пострадал. Причины пожара неизвестны. Администрация аквапарка инцидент не комментирует. Сергей Бордюжа, Кирилл Ищишин, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. Экологи бьют тревогу. Во многих случаях поджоги это своеобразная подготовка к незаконной вырубке на подгоревшем участке. После таких пожаров выгорает трава и немного обугливаются стволы деревьев. После чего работники лесхоза составляют документы о необходимости санитарной вырубки. А прикрываясь такими мероприятиями, пилить лес можно уже практически безнаказанно. Обгоревшие сосны теперь будут наблюдать и отдыхающие в столичном парке имени Пушкина. Там загорелся ресторан. Пластмассовое ограждение вспыхнуло мгновенно. Огонь охватил 500 квадратных метров территории. Гасить его приехали 18 пожарных машин. Причины возгорания пока неизвестны. Пострадавших нет. Мы были дома с ребенком, стояли на подоконнике. Я смотрю, все буквально за секунду началась такая черная туча. Сотрудники ресторана этого вывели людей на открытый воздух. Все оперативно они сработали. У них там мангал еще был. Может из-за того, что они сдержали технику безопасности. Для киевлян дым от пожаров уже не главная проблема. Ведь дышать им приходится не просто зловонными, а ядовитыми газами. Особенно жителям татарки Ипподола. И намерения у коммунальных служб вроде бы благие ремонт коллектора. Но жару людям приходится буквально убегать из собственных домов. Когда закончится ремонт, интересовалась любовь кукла. Здесь людей не спасают закрытые окна. Жители жалуются, из-за запаха канализации тяжело дышать. Тут утром спать вообще невозможно. Утром просыпаешься, просто и горло, и бабушка у меня 90 лет чувствует. Задыхаются все. Тут просто вонизма невыносима. Ну, так, чтобы не соврать, наверное, уже с начала лета. А если точнее, с прошлого лета. В этом районе уже два года ремонтируют небольшой участок главного городского коллектора. Еще в начале 90-х его признали аварийным, но денег на ремонт традиционно не хватало. Нашли их только в 2015 году и с тех пор начались страдания местных жителей. Есть неприятный запах специфический, канализация, то есть, как бы, есть немножко такой, но он периодичный. Люди говорят, устали обивать пороги чиновников с просьбой ускорить ремонт, но это далеко не все проблемы. На стройплощадке нам сообщили, работы снова затягиваются. На этот раз не хватает денег на материалы. Они на камеру признаются, за работы здесь платят неохотно. Только за последний месяц со стройки уволились 20 человек. Пока нет денег, не будет никакой работы. Будут платить деньги, работа закончится. Не платят кто? Я не знаю, кто не платит. Ни хто не платит. Зарплату на два месяца затримают и платят не те деньги, которые обещали. Сам же заказчик «Киевводоканал» проблем с финансированием не видит, а удушливый запах в районе объясняет жарой. Дышать зловонным воздухом людям придется еще пару месяцев. Коммунальщики обещают закончить ремонт в октябре этого года. Любовь Куклы и Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал «Интер». Эсминец США Джун Маккейн своим ходом добрался до американской базы Ченги в Сингапуре. Несмотря на большую пробоину в корпусе, об этом сообщила пресс-служба ВМС США. Боевой корабль столкнулся с танкером. В результате аварии пострадали пять моряков. Десять считаются пропавшими без вести. Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что переживает и молится за военных. Погибших вследствие терактов в Барселоне уже 15. Полиция выяснила, что водитель микроавтобуса после наезда на пешеходов угнал другой автомобиль и убил хозяина машины. Преступника искали по всей Европе. Елена Абрамович продолжит. Из 12 членов террористической группировки испанской полиции осталось найти одного. Пятерых расстреляли во время теракта в городе Камбрильс. Четырех арестовали. Еще двое погибли во время взрыва в доме, где готовили бомбы. Разыскивает водителя микроавтобуса, который протаранил людей в центре Барселоны. В городке Риполь, где проживал 22-летний мараканец, жители шокированы. Его знакомые утверждают, ничего не подозревали. Я работал с ним почти два года. Никогда бы не подумал, что он может такое сделать. Мы даже в Марокко вместе были. Путешествовали, посещали мечети. Когда возвращались в Испанию, я спросил, что он думает о террористах. Он ответил, что его религия не об этом, а о любви и заботе. В группировку входили молодые люди в возрасте 17-25 лет. Почти все выходцы из Марокко. Вербовал их, по данным испанских СМИ, имам, который связан с ячейкой марокканских террористов в Бельгии. Имам по имени Абдул-Баги Эссети был замечен в Брюсселе незадолго до прошлогодних терактов в брюссельском метро и аэропорту. Останавливался также и в пригородах бельгийской столицы, в городке Вилварде, где обосновалась главная сеть марокканских исламистов в Бельгии. И мама не ищут. Он, скорее всего, погиб во время взрыва в доме, где готовились бомбы. Но полиция расследует его связь с брюссельскими терактами. Мэр города Вилварда подтвердил. Террорист бывал в Бельгии. Мы точно знаем, что он приехал в Бельгию в январе 2016 года, чтобы найти здесь работу. Он, видимо, поддерживал контакты с несколькими мечетями в Брюсселе и в Вилварде, а также в Мехелине. Он искал контакты. Еще один теракт, совершенный марокканцами, произошел на прошлой неделе в Финляндии. Впервые в этой стране. 18-летний парень набросился на прохожих с ножом. Две женщины погибли, 8 человек получили ранения. Полиция задержала преступника. Он оказался мигрантом из Марокко, которому год назад отказали в убежище. Тем временем марокканская община в Испании устроила мирные демонстрации, чтобы выразить свое отношение к последним событиям. То, что произошло на днях, не имеет никакого отношения к исламу. Если кто-то здесь недоволен, они должны вернуться в свою страну. Потому что мы приезжаем сюда работать, бороться за лучшую жизнь, а не для того, чтобы кого-то убить. Масштабную акцию марокканская община провела и на барселонской улице Рамбла. Люди почтили память погибших и скандировали не от моего имени. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И уже стало известно, что испанской полиции удалось ликвидировать последнего подозреваемого. Водителя микроавтобуса, который был в бегах, полицейские расстреляли сегодня недалеко от Барселоны. Какого оружия ученые теперь боятся больше, чем ядерного? Какой уникальный статус будет у супруги французского президента? И почему десятки миллионов американцев сегодня прервут работу? Об этом и не только в нашем обзоре. Нет боевым роботам. Автономное оружие – новая угроза человечеству. В этом уверены миллионер и изобретатель Илон Маск и еще 115 ведущих специалистов по искусственному интеллекту. Они написали в ООН письмо с призывом запретить разработку технологий для роботов-убийц. Иначе миру грозит третья революция в вооружениях. И сравнивают это с изобретением пороха и ядерного оружия. Первая леди Франции не будет получать зарплату за свою работу. Обязанности и права Бриджит Макрон разъяснили в специальном документе под названием «Хартия прозрачности». Жене президента не полагается собственный офис и деньги на расходы. Зато ее обеспечат двумя ассистентами. В своде правила от Елисейского дворца уточнили, что он касается только супруги Эммануэля Макрона и не распространяется на жен его преемников. 74-летний альпинист в Японии неделю ждал спасателей. Киёки Цуцуи хотел подняться на вершину в Северных Альпах, но оступился и соскользнул с тропы. Восхождение должно было длиться четыре дня, поэтому искать его начали только на пятой. Заметили Цуцуи с вертолета на седьмой день. Выжил дедушка благодаря запасам шоколада, воде из горных ручьев и дождевику. Четыре года молчания. Ровно в полдень знаменитый Биг Бен прозвучал в последний раз. Теперь механизм разберут, четыре циферблата почистят и отреставрируют. Отремонтируют и саму башню. На все уйдет 37 миллионов долларов. Биг Бен отключили, чтобы не оглушать рабочих. Впрочем, по особым случаям он все же будет отбивать время. Например, в новогоднюю ночь. Самое зловонное растение в мире расцвело в Вашингтонском ботсаду. Титан арум в народе известен как трупный цветок. Его запах напоминает смесь тухлых яиц и рыбы. Ведь растения пыляют не пчелы, а мухи. А их можно заманить только таким ароматом. Цветет титан арум раз в пару лет, а его бутон один из самых крупных в мире. Лепестки достигают трех метров в длину. Самое долгое солнечное затмение в истории США происходит в эти минуты. В 14 штатах смотрят, как Луна полностью закрывает солнце. На остальной территории затмение частичное. Первым в темноте оказался Ньюпорт более часа назад. Наиболее продолжительным – 2 минуты 41 секунду. Затмение будет в поселке Маканда, штат Иллинойс. Экономисты подсчитали, чтобы посмотреть необычное явление. Около 87 миллионов человек по всей стране прервут свою работу. В Украине нет денег на лечение детей с ДЦП. Той суммы, которую выделяет Минздрав, не хватает даже на самое необходимое. Подробнее о проблеме в короткой справке. Более 20 тысяч детей в Украине страдают ДЦП. В этом году на помощь им выделили 11 миллионов гривен. Однако денег хватает лишь на базовые медикаменты. Как правило, родителям приходится самим собирать немалые суммы на дорогостоящую реабилитацию детей. Еще хуже – ситуации с интернатами для детей с ограниченными физическими возможностями, от которых отказались родители. Бюджетных денег в таких заведениях часто не хватает даже на полноценное питание. Лечат и оздоравливают таких деток лишь благодаря помощи благотворительных организаций и фондов. Один из таких домов – Днепропетровский детский дом-интернат. Таких уникальных заведений в Украине всего два. Здесь живут и учатся дети с ДЦП и врожденными аномалиями развития. В каких условиях они борются с недугом, смотрите в следующем материале. Эта роза не цвела 8 лет. Только выставили на балкон, сразу цвела. Никите 19. Родители бросили его еще в роддоме, узнав, что он не сможет ходить. С тех пор его семья – интернат. Здесь он главный флорист. Букет приносят, цветов кому-то дарят. Я потом пропавший, допустим, завял букет. Я его забираю, обделываю, разделываю красиво. И тогда в землю погружаю. Через полтора месяца с этого черенка уже будет красивая роза. Мечтает выучиться и создать собственный бизнес – разводить и продавать цветы. Друг Никиты занимается плаванием. Только недавно вернулся с чемпионата. Чемпионат Украины. Потом был международный чемпионат, который проходил в Западной Украине. В этом году я еще как раз на последнем чемпионате Украины защитил третий взрослый разряд. Мечтает занять первое место, а на премию купить квартиру. Таких, как Вячеслав и Никита, в Днепропетровском детском доме-интернате 92 человека. Взрослые и самые маленькие. Родители от них отказались. Это все детки с ограниченными физическими возможностями. Есть детки, которые с тяжелой умственной отсталостью. Восемь из них на зондовом питании. Таких интернатов в Украине всего два. В этом году на помощь таким детям государство выделило всего 11 миллионов гривен. Однако такие детские дома получают лишь малую часть. Денег едва хватает на питание и базовые медикаменты. На море их оздоровить, и в санаторий свозить, и памперсы купить, и специализированное энтеральное питание, которое стоит крайне дорого. Одна баночка 400 грамм 342 гривны. Естественно, что за бюджетные деньги мы не можем позволить покупать такое. Однако на главное для таких детей реабилитацию бюджетных денег попросту не хватает. Уже 10 лет воспитанникам этого интерната помогает благотворительный фонд. Благотворительный фонд возрождения Владимира Мунтяна помогает именно этому детскому дому уже около 10 лет. За последний год по финансовым отчетам это был миллион 400 тысяч гривен. Последнее приобретение это варочный котел. Ежемесячно для этого детского дома в фонде закупают лекарства на десятки тысяч гривен, собирают деньги на дорогостоящие операции. Владимира Мунтяна я знаю уже около 20 лет. Я видела, как он всегда переживает. Он переживает за людей. Он хочет помочь. За последний год мы смогли сделать и операции деткам. Мы приобрели и одежду, и обувь детскую. То есть для мальчиков и для девочек. Это были и продукты питания. Именно благодаря такой помощи воспитанники интернатов могут надеяться на более полноценную жизнь. Ведь для этих детей главное не цифра, а забота. И знать, что они кому-то нужны. Оксана Григорьева, Леонид Аворин. Подробности телеканал Интер. Такими были новости этого дня. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности.ua. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова